в экономике, то, что люди теряют где-то деньги, теряют где-то работу, они, что куда им идти? Им идти в культуру, им вспоминать о чем-то высоком, о том, что мир, он не только состоит из денег, там, офисов, а там, оказывается, еще и выставки бывают, еще и художники какие-то творят. И вот то, что люди об этом вспомнили, это факт. И здесь, я думаю, что если кризис будет продолжаться, я никому не желаю, чтобы он продолжался, дай бог, чтобы он прекратился, но если он будет продолжаться, то мы увидим еще большее посещение выставок, и не только на тех классиков, которые у всех на слуху. Если эта тенденция сохранится, то люди потянутся ко всем видам искусства, и к современному, и к модернистскому, и к неформальному, и к каким угодно. Опять возникнет интерес к инсталляциями, к перформансам. Это все опять будет. Просто сейчас первый шаг, после двух десятилетий практически, ну, скажем так, сильнейшего падения интереса к искусству, и очень печальную нефтяной иглы, которая колола не только всю Россию, а колола и нас, и культуру России. Мы ведь тоже это все чувствовали. Мы чувствовали, что люди думают не о культуре. Люди думали о деньгах, о наживе. И думали, как бы побольше нажить. Это вытесняло абсолютно все, как у Пелевина орально-анальный вау-фактор. Вот это вау, оно слышалось отовсюду. Когда человек вместо личности превращался в идентифи. И то, что сейчас, по всей видимости, и я очень на это надеюсь, произойдет переоценка ценностей. Действительно, люди опять вспомнят о высоком. И потянутся к чему-то красивому, по-настоящему красивому. Той красоте, которая спасет мир по-достоевскому. И я думаю, что если этот процесс пойдет дальше в том же направлении, теми же шагами, то мы это увидим и на выставках современных художников, и не только классического направления.